Сегодня мы поговорим о мраморном крабе. Мраморный краб, виде морской паук, краб-паук, вид крабов получивший свое название благодаря характерному рисунку на панцирь. Относится к семейству плюбляжных крабов. Обитает на юго-восточном побережье острова Крыма. Длина мраморного краба составляет всего 4 см, ширина около 4,5 см. Живется этот краб около 3 лет. Самка способна отложить примерно 87 тысяч яиц. Крабный краб способен выходить на берег и некоторое время обходиться без воды. Является исчезающим видом. Внесен в Красную книгу Украины. Первые крабы появились в югском периоде. Возможно, есть и более ранние представители этого инфратэля. Древнейшие представленные крабы найдены в Верхнемелевых отложениях Франции. Одним из вымельчих над семейств является элокарцинэйдэя. Элокарцинэйдэя является 10-нодим раком из семейств в неполнохвостках. Ранее считались самыми ранними настоящими крабами. Появились на Земле в трассовый период около 212 млн лет назад на территории современной Евразии. Одним из самых интересных видов крабов является японский глубоколодный краб. Это самая крупная чернистоногая на нашей планете. Длина тела вместе с конечностями составляет около 6 метров. Питается моллюсками. Живет около 100 лет. Попитает в Тихоматяне у побережья Японии на глубине 150-800 метров. Еще один интересный вид крабов – большой сухопутный краб. Цельсия Осип может иметь ширину панциря до 25 см и весить 3 кг. Крабы являются значимых хищников. Охотятся на моллюсков и других акрабы разных. Обитают в Северном море, Атлантическом океане и Средиземном море. Крабы являются важным объектом промысла. Эти акрабы разные встречаются в культуре многих народов мира. Крабы часто проявляются в проекциях музеев и делучастных коллекционеров. В следующем выпуске мы поговорим об Оливине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова